Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Андрей Соколов, я являюсь специалистом по компьютерной графике, оптимизации и автоматизации проектов, и сегодня я рад представить вам свой новый аддон для Blender Stacks. Stacks — это аддон, который позволяет собирать стэки из операции над мешами в Blender. Что это такое и как это работает, я сейчас покажу. Скачать аддон можно с моей странички на сайте Boosty, ссылка в описании, там вы можете скачать его бесплатно, но для тех, кто захочет поддержать проект, там есть возможность задонатить, либо оформить платную подписку. После того, как вы скачали zip-файл с аддоном, распаковывать его не надо, мы переходим в программу Blender, в верхнем меню Edit, Preferences, вкладка Addons, кнопка Install, указываем здесь путь до файла, который вы скачали, Stacks.zip, выбираем его, нажимаем Install Addon, он появляется в списке аддонов, нам нужно активировать его, нажав галочку, после чего можно закрыть Blender Preferences, и он появится в N-панели, которая открывается по нажатию клавиши N, английской на клавиатуре. Здесь появляется вкладка Stacks с настройками аддона. Чтобы добавить на объект новый стэк, нам нужно нажать плюсик. Стэк добавляется, и появляется еще несколько настроек. Сейчас нам важно, что тип выбран стэк, он такой выбран по умолчанию, и что сам текущий стэк выставлен на None. И ничего больше мы здесь пока выбрать не можем, поскольку стэков в сцене еще нет. Для того, чтобы мы могли здесь что-то выбрать, нам нужно добавить новый стэк. Это можно сделать при помощи кнопки New Stack. Мы нажимаем New Stack, в сцену добавляется новый стэк, он же становится активным, и мы можем начинать добавлять в него операторы. Что же такое операторы? Когда мы работаем в Blender, как вы можете знать, у него есть Edit Mode, в котором мы можем производить различные операции с мешами. Также в Edit Mode можно заходить и выходить из него по нажатию клавиши Tab на клавиатуре. Например, мы можем выбирать какие-то полигоны, мы можем делать им Extrude, мы можем разделять их с помощью Ctrl-R, делать им лупкаты, мы можем выделить какой-нибудь отдельный Edge, сделать при помощи Ctrl-B ему фаску, и так далее, и тому подобное. Таких операторов существует множество. Этот аддон позволяет собирать из этих операторов стэки. Для примера давайте выделим все, добавим новый оператор и ниже выберем его тип. Например, я выберу тип Generate, который отвечает за операторы, добавляющие геометрию, так или иначе. По умолчанию он выставлен на Skip, то есть ничего не происходит просто для того, чтобы, когда у вас операторов накоплено уже много, либо в модели много полигонов, чтобы случайно не добавилось слишком много всего лишнего и блендер не завис. Skip мы переведем, например, на Subdivide, и ниже появится меню с настройками оператора. Здесь мы можем их менять, добавим, например, немножко больше разрезов, после чего мы можем, например, с помощью типа Select выбрать оператор Sharp, чтобы он выбрал только эджи с острыми углами. Вот здесь указать, что он должен выделять именно эджи, не полигоны вокруг этих эджей, а сами эджи. Добавим еще один оператор Generate Bevel. Ну все, в общем-то, знакомое, все то, с чем вы и так уже сталкивались в блендер, ничего нового я от себя здесь не добавлял. Профиль увеличим на единичку, то есть это все те же самые операторы, которые мы можем делать и вручную. Просто здесь мы можем их собирать в стеке, и чуть позже я покажу, чем это может быть удобно. Но я думаю, что многие уже и сами догадались, какие возможности это открывает. Generate Duplicate мы продублировали эти объекты. Теперь, например, Hide Unselected спрятали все, что не касается этих объектов. И вот теперь еще одна особенность, чтобы показать которую, мне нужно будет добавить еще один стек. И смотрите, давайте добавим здесь, например, NewStack, новый оператор. Добавим оператор Select Random, который выделяет рандомные полигоны с помощью Ratio, укажем, сколько, какое количество полигонов нам нужно выбрать. Давайте 0,2, например, для начала. После этого, например, мы задаем, чтобы эти полигоны с помощью Generate Split отделялись друг от друга. Отделенные полигоны мы с помощью Generate Subdivide подразделяем. И теперь мне бы хотелось, чтобы вот вся эта связка, выбрать рандомные полигоны, отделить их друг от друга. Если мы их не отделим, просто образовываются вот эти самые треугольнички между соседними еще полигонами. Поэтому я предпочитаю их предварительно отделять. И таким образом мы их с помощью Split отделяем. Generate Subdivide. И вот я хочу, чтобы вся эта связка повторялась несколько раз. То есть, чтобы один раз все выделились полигоны рандомно, отделились и подразделились. И потом еще несколько раз. Это можно сделать при помощи вот этого параметра Repeat. Я увеличиваю его, например, до трех. И он повторяет стэк этих операций три раза. После этого давайте мы их только назовем, чтобы не путаться. Значит, первый это у нас был Base, назовем его, типа база. Это у нас будет Subdivide. После этого я могу добавить, например, еще один стэк. NewStack. В котором я буду делать следующее. Я буду выбирать с помощью Select Random рандомные полигоны. Допустим, опять 0,2 выставим Ratio. Чем больше оно, тем, соответственно, больше полигонов будет выбрано здесь. После чего я могу их Generate Split на всякий случай еще раз отделить друг от друга. Но на этот раз уже не просто Selected, а сделать By Edges, чтобы каждый edge у каждого полигона он отделил. После этого я хочу сделать им Transform Scale. Все знакомые операторы. Мы со всем этим уже работали в Blender много раз. Здесь я синхронизирую Scale, чтобы он уменьшался по всем трем осям равномерно. Если я его сейчас начну уменьшать, он, конечно, будет просто уменьшаться вокруг центра массы всех выбранных полигонов. Но я хочу сделать, чтобы каждый полигон уменьшался отдельно. Поэтому здесь Pivot я переведу на Individual Origins. И все полигоны, каждый отдельно уменьшится чуть-чуть. После этого я хочу их экструдировать. Для этого я нажимаю оператор Generate. Ну и логично будет сделать, наверное, Extrude. Если его экструдировать по направлению, то он экструдирует их всех в одном и том же направлении. Если мы нажмем Individual Faces, то он будет экструдировать отдельные фейсы в направлении их нормалей. Теперь, чтобы стэк этот зациклить, мне нужно каким-то образом исключить те полигоны, которые я уже обработал. Для этого я выбираю оператор Select More. Добавить к выделенным полигонам больше сопричастных к ним полигонов. И, например, Hide Selected. Таким образом я просто прячу те полигоны, которые я уже обработал. После этого я могу повторить стэк сколько угодно раз. И все будет замечательно. То есть, если мы сейчас выйдем в Object Mode, мы увидим, что каждый полигон обрабатывается. Но смотрите, они сейчас обработаны все равномерно, получается. То есть, они все одинаковые высоты. Я бы хотел, чтобы они на каждой итерации, вот у нас 10 раз этот стэк повторяется, чтобы на каждом проходе этого стэка операторов значение Extrude было разным. Для этого я могу в разделе Interpolation, он доступен не для всех операторов, но для некоторых. Для Extrude, в частности, он доступен. Я могу тип здесь выставить вместо Constant на Random. И тогда он будет рандомно на каждом проходе этого цикла выставлять значение для Extrude от того, который мы укажем. Например, от 0,1 до 0,2. Например, вот так. При этом, также здесь доступен режим Bezier. То есть, на каждом проходе цикла он постепенно увеличивает, ну или, соответственно, уменьшает значение от одного к другому. То есть, на первом это будет 0,01. На втором 0,15. На третьем 0, сколько получается. Ну и так далее. Пока он не дойдет, в общем, до 0,2. Десятых, вот здесь вот. На десятом проходе цикла, соответственно. Это еще раз делается во вкладке Interpolation. Пока оставлю его на Random. Вся прелесть такого подхода в том, что если мы, например, сейчас решим, что неплохо бы нам было изменить количество вот этих кубиков, которые здесь получаются, нам достаточно перейти во вкладку Subdivide и, например, просто изменить количество проходов. То есть, разделять он их будет теперь не три раза, а пять. Таким образом, часть полигонов будет становиться еще меньше. Захотели мы, например, изменить вот эти границы, в которых это происходит. Generate Bevel. Вспоминаем, где это у нас было. И здесь выставляем, до какой степени должно это все у нас, опять же, срабатывать здесь. То есть, мы можем вернуться на любой шаг, внести там изменения, и они отобразятся на всем стеке операторов. Мне кажется, это очень удобно. Это то же самое, что можно делать и в стеке модификаторов, но только со всеми теми же операторами, которые у нас доступны в Edit Mode. Может быть, не со всеми, но с большинством. Я постарался включить туда как можно больше различных. Если посмотреть, какие здесь есть типы. Deform. Это различные деформации объектов. Add Primitive. Это то, что у нас происходит по нажатию клавиш Shift-A. То есть, можно добавлять в уже готовый меш кубики, сферы, обезьянки и так далее и тому подобное. Assign. Это различные привязки. Можно привязывать к выбранным элементам материалы, привязывать их к Vertex Group, назначать их обратно и так далее. Normals. Это работа с нормалями. Здесь мы работаем с шейдингом. Можно выставлять гладкий или жесткий шейдинг. Здесь же можно инвертировать нормали, пересчитывать их наружу или внутрь. В общем, все, что касается нормалей, находится здесь. Во вкладке Hide мы прячем объекты, либо наоборот возвращаем спрятанное. Clean Up. Это различные операции по очистке. Там есть удаление полигонов, там есть коллапсирование различных эджей, там есть Merge, By Distance в том числе. То есть, можно объединять соседние точки, которые слишком близко друг к другу находятся, что тоже бывает очень удобно. Fill. Позволяет добавлять полигоны или эджи между выбранными элементами. То, что в Edit Mode делается по клавише F. None. Это то, что по умолчанию. Оператор, который не делает ничего. Generate. Select – это различные генерирования элементов. То есть, все, что связано с генерированием новой геометрии, которой еще не было. Transform – это трансформации, перемещение, вращение и изменение размера. И Select – это различные операторы выбора элементов по самым разным принципам. Подробно по всем операторам я сейчас проходиться не буду, потому что их очень много. Это заняло бы несколько часов. Никто бы просто не стал такой длинный смотреть видео про новый аддон. Расскажу лишь о том, о чем я еще не говорил. О том, что характерно для всех операторов. Все параметры здесь можно анимировать. Покажу на примере. Вот у нас есть Generate Bewell, например. Выставим здесь Offset. Нажмем правой кнопкой Insert Keyframe. Переведем курсор, скажем, на 50-й кадр. Ну, давайте, для примера, уменьшим его. Скажем, вот так. Нажмем еще раз Insert Keyframe. И таким образом ничего не будет происходить. Чтобы что-то происходило. Ну, я специально это сделал, потому что при такой анимации ему нужно весь стек операторов на каждом кадре пересчитывать заново. И я сделал, чтобы по умолчанию эта опция была отключена. Чтобы ее включить, надо переместиться наверх и нажать вот здесь галочку с Keyframe. Если мы ее нажимаем, то у нас, во-первых, появляется оператор Render Animation, который позволит эту анимацию вам позже отрендерить. И, во-вторых, теперь, если мы будем переводить курсор, то мы увидим, что то, что мы сделали, все анимируется. Обратите внимание, что стандартный оператор Render Animation здесь не будет работать. То есть он не будет воздействовать на эту анимацию, потому что Blender очень не любит, когда в него лезут, а начинают там между кадрами что-то ему менять. И поэтому он вылетает очень часто. Поэтому я сделал свой оператор Render Animation, который просто рендерит секвенцию статичных картинок. Поэтому, кстати говоря, рендерить анимацию с этим аддоном можно только в формате PNG, XR, TIFF, JPEG и так далее. То есть только в формате картинок, в муви-форматах, в форматах фильмов его рендерить нельзя. Но, как мы понимаем, любую секвенцию картинок можно очень быстро через видеосеквенсор, например, отрендерить в видеоролик. И это практически не занимает времени. То есть оно идет практически в реальном времени. С этим никаких проблем нет. Этот аддон все же рассчитан на то, чтобы рендерить секвенции картинок. Имейте это в виду. И отрендерить анимацию можно только нажав кнопку Render Animation в самом аддоне. Помимо того, что любую операцию можно изменять на любом шаге, мы можем изменять и сам объект, после того, как мы провернули с ним все это. То есть если мы его сейчас просто будем здесь изменять, что-то в нем там двигать и так далее, это нам особо ничего не даст, потому что при любом изменении аддона, ну вот я меняю любой параметр 2, и он все эти операции пересчитает заново, это так не работает. Чтобы изменить изначальный меш, который у нас там был, нам нужно нажать Edit Original. Тогда мы можем здесь уже провести некие с ним, например, изменения, отжать клавишу Edit Original, и у нас все пересчитается уже для всего обновленного меша. Плюс к тому, один раз создав некий стэк операторов, мы его можем, давайте, Mesh Cube, мы его можем добавлять при помощи плюсика на любой другой объект. Base, например, добавляем. Все то же самое здесь сделано. Добавим Subdivide. Сделаем, чтобы он три раза, например, их подразделял. Смотрим, что это все произошло. И последний стэк добавим, тот, который делает Extrude, сколько он там был, 10 раз у нас. Тоже выставим его на 10. Это может занимать какое-то время, и достаточно долгое. Поэтому здесь есть вкладочка Update All. Когда она включена, и выбран некий объект, на котором есть некий стэк, то вот у всех объектов в сцене, на которых этот стэк есть, будет происходить обновление. Когда Update All отключено, то обновление происходит только для одного Mesh. Можно сохранять пресеты. Это пока сделано не очень удобно. В будущем, я думаю, это немножечко подисправить. Но, тем не менее, можно выбрать нужный стэк, нажать Save Stack. Здесь можно выбрать текстовый файл в Blender. Ну, сейчас ни одного нету. Чтобы создать какой-то текстовый файл, мы нажимаем плюсик. Здесь можно ввести имя файла с Text Preset. Нажать ОК. И он сохранит файл в Text Editor. Обратите внимание, если мы переведем сейчас одно из окошек в Text Editor, то увидим, что вот здесь есть файл с пресетом, где записаны все установки. Мы теперь можем его сохранить как Text Save As с Text Preset, например, .txt, только разрешение какое-то ему нужно. Save. После чего, давайте сейчас сохранюсь, мы можем открыть New General, сохранюсь под другим именем. Stacks. Добавлю стэк, пресет. И чтобы его загрузить, ну вот это я говорю, что не очень удобно сделано пока что, нам нужно опять же открыть Text Editor, открыть здесь сохраненный файл, нажать Load Stack, выбрать его, нажать Load, и тогда он его загрузит уже на объект. Ну то есть вот немножечко это пока что вот в этом плане неудобно. Скорее всего, потом я сделаю, что можно будет просто сейвить его в файл. Сразу минуя Text Editor, потому что это не слишком удобно, но так было проще для программирования, и для первой версии я решил, что ну как минимум возможность добавлять пресеты, хотя бы такая, будет лучше, чем ее полное отсутствие. Вернусь в предыдущий проект, который я сохранял. Мне остается только сказать, что этот аддон работает не только с мешами, но также и с любыми объектами, которые можно конвертировать в меши. Например, например, с кривыми поверхностями, метаболами, с текстом. Ну вот давайте текст, например, добавим. GY. Перенесу его сюда. Давайте напишем здесь что-нибудь. Stacks, например. Добавим новый стэк. Добавляю newStack. Добавляю новый оператор. Ну сначала SelectAll. Выберем все полигоны. После этого сделаем ему Generate. Давайте сделаем не Generate, потому что помним, да, что при конвертировании блендеровских текстов получается вот такая жуткая топология. Давайте сделаем ему CleanUp Decimate в режиме Planar. Выставим AngleLimit на 1, чтобы он нам убрал всю лишнюю геометрию. После чего мы можем сделать, можно, кстати говоря, здесь попробовать сделать даже не CleanUp, Decimate, а, например, Generate, но я не уверен, что это получится сейчас, потому что 2Quads, оно работает не всегда, да, он не всегда может... 360 градусов, да, он не всегда может все перевести в квады. Ну, например, да, сначала сделаем GenerateQuads, вот так, чтобы было немножко попроще ему, потом CleanUp Decimate. Так вроде немножко почище стала топология у нас. После этого мы можем сделать SelectAll. Опять выберем все. Сделаем ему Generate Solidify. Вытянем его немножко сюда. Давайте выберем Select Sharp. Снова выберем все острые углы, острые эджи. Сделаем ему Generate Bevel с клэмпом. Хотя давайте обойдемся пока без Bevel. Ладно, давайте просто пока так, а то я уже увлекаться начинаю. Идея в чем? Давайте сделаем вот так. SelectAll и, например, Normals Shade Smooth. Сделаем ему мягкий шейдинг, гладкий шейдинг, и включим еще Auto Smooth, чтобы у него плоские поверхности оставались с жестким шейдингом, а искривленные поверхности с мягким. Вот таким образом. Здесь же можно угол, с которого начинает работать Auto Smooth, регулировать. Вот, мы сделали надпись эту. Замечательно. И теперь мы можем нажать, опять же, Edit Original, если нам вдруг понадобилось что-то исправить, и написать, например, Stacks is cool. Исправить, например, центровку ему как-то отцентрировать, вверх-вниз по центру. Написать Donate. Выйдем обратно, и он обновится и повторит весь стэк операций для всех ваших буквок новых. Вот таким образом он работает. Скачивайте, пользуйтесь на здоровье. Смотрите, какие там есть операции. Там есть буллионы, там есть назначение материалов, там есть назначение Vertex Group, там очень много операций по выбору различных элементов, по деформации, очень много всего интересного. Экспериментируйте, создавайте свои стэки, делитесь в комментариях, рассказывайте, как у вас что работает. Если что-то не работает, пишите об этом тоже. Кто надумает задонатить, буду вам очень признателен. Кто надумает подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, буду также вам очень признателен. Огромная просьба распространять информацию об этом аддоне в социальных сетях. Делитесь у себя на страничках, рассказывайте вашим друзьям, коллегам. Ну, а я продолжу записывать и выпускать обучающие видео по Блендер и заниматься аддонами. Спасибо большое за внимание. Увидимся в следующих видео. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok